итак давайте начнем второй ход теперь у нас первый игрок это кэролин в фазе передышки ничего менять не будем также в фазе передышки ничего не будем менять богу кэролин так как у него максимальное значение большее значение знаний чем у боба она будет закрывать порталы и собирать жетоны порталов но мы не будем запечатывать порталы две улики мы дали кэролин про запас на всякий на всякий чрезвычайный случай зато бобом мы будем собирать улики и бить монстров для начала мы должны добраться к кэролин до ближайшего портала ближайший портал у нас находится на площади независимости чтобы добраться нам надо пройти через маньяка значит у нас есть выбор либо сразиться с маньяком либо попытаться добраться до лесов и опять-таки сразиться уже с летающим вампиром проще закрыть портал который находится в городе великая раса так что мы сразимся с маньяком тем более что это не такой сложный для победы монстр у него нет проверки ужаса у него есть только проверка боем плюс один плюс четыре плюс один от холста это значит мы бросаем 6 костей и можем перебросить одну значит фактически можем бросить 7 костей у нас выпала одна кость и это оказалось удача мы победили маньяка теперь у нее два жетона монстров с общей суммой в две капли крови это у нас гуль и маньяк далее переходим к бобу боб у нас продолжит собирать улики он уходит находится в неназываемом он пройдет до исторического сообщества для этого ему надо 1 2 3 4 5 пунктов движения давайте посмотрим если у него есть эти пять пунктов ну как раз пять пунктов движения он подбирать подбирает эти улики так как кэролин находится на улице с ней ничего не происходит в фазе контактов мы переходим сразу же к бобу опять бросим две кости из получившегося результата или нет мы будем бросать поочередно бросим одну кость уберем ту карту потом бросим еще один одну кость чтобы выбрать карту из оставшихся шестая 5 убираем пятую карту пусть это будет у нас шестая ой то есть седьмая шестая пятая убираем эту и теперь бросим еще один раз шестая значит смотрим последнюю карту мы находимся в историческом сообществе нас интересует текст исторического сообщества вы встречаетесь с синди флеминг молодым профессором геологии из университета она предлагает вам показать интересное образование в черной пещере если вы согласны пройдите в черную пещеру и вытяните две карты выбрав происшествие той происшествие на той которая вам больше понравится опять таки бросим кость выберем одну карту бросим кость выберем вторую или бросим сразу две кости давайте бросим две кости у меня такое ощущение что выпадут разные первая кость первая карта вторая кость четвертая карта значит соответственно мы берем первую и пятые кости черная пещера у нас это фиолетовая колода первая и пятая карта смотрим что же ожидает нас черт пещере фокусируйся пожалуйста давай 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 ты сможешь давайте все таки где меньше свет бьет так проверка ужаса с несколькими возможными вариантами или потерять одну единицу рассудка ну естественно мы проверяем мы выбираем проверку удачи проверка удачи наша удача равна четырем у нас есть навык удачи плюс один значит мы бросаем пять костей и желательно чтобы у нас было как можно больше успехов у нас три успеха давайте смотрим что нас ожидает в случае если у нас три успеха и больше книга которую вы читаете древняя книга вот здесь начали написано оказывается книгой заклинаний возьмите первый том из колоды уникальных вещей так ну давайте возьмем первый том из колоды уникальных вещей как мы это делаем мы берем открываем соответственно каждую карту из уникальных вещей и смотрим если это том это не том нет это не том нет это том да и это самый лучший том на мой взгляд особенно в игре где вам требуется как можно больше улик то есть я опять забыл что здесь сильно свет бегать так истощите и потратите два пункта движения чтобы пройти проверку знаний с модификатором минус два если вы проходите возьмите четыре улики и потеряйте одну единицу рассудка и сбросьте короля в желтом если вы не проходите ничего не происходит то есть эта карта позволяет нам получить четыре улики давайте посмотрим у боба максимальный показатель знаний равен трём у кэролин максимальный показатель знаний равен пяти но мы уже начали собирать улики бобом соответственно мы попробуем пройти эту проверку бобом тем более что у нас есть много возможностей его пройти можем проходить каждый ход только это значит что мы будем получать на два пункта движения меньше соответственно боб будет проходить не по пять а по три расстояния так и на этом фаза контактов в археме заканчивается вытягиваем карту мифа в первую очередь обращаем внимание на тип карты это у нас среда мистическая портал у нас открывается на площади независимости у нас и два монстра и ой два сыщика и два открытых портала значит в наш мир приходят два монстра вытягиваем двух монстров один пуст придет на площадь независимости раз а второй пусть идет в леса читаем смотрим передвижение монстров передвигаются круги квадраты и ромбики у нас есть только один квадрат это рисун измерений что получается сфокусироваться вот этот рисун измерений так как это красная камень красная камень значит быстрый монстр значит он передвигается не на а получать не один пункт движения а два два пункта движения по белым линиям первое естественно ведет нас на улицу а вторая ведет нас на улице университета скотоника смотрим где у нас появляется улика улика появляется у нас елки-палки что не фокусируешься улика появляется у нас на улицах ручного городка ну улица университета улику. Ставим ее сюда. Далее смотрим. У нас происходит какое-то действие на улицах речного городка. Берем маркер действия, ставим его на улице речного городка. Это фиолетовая кабада. И смотрим само действие. Сыщики, которые заканчивают свое движение на улицах речного городка, могут попытаться вступить в связь с темными силами, используя свою жизненную силу. Если они выберут такую сделку, они будут бросать количество костей, равное их текущему количеству единиц здоровья. За каждый неуспех они теряют по одной единице здоровья. Если это не приведет к тому, что они будут сожраны, они получат три улики. Тоже хорошая карта. Я думаю, мы воспользуемся как и этой картой, как и Кэролин, так и Бобл. Это значит, что мы сможем передать короля в желтом Кэролин, у которой больше шансов получить улики. Так как у нее есть две, она потенциально может получить три улики от этой карты, пять, плюс четыре от короля в желтом. Это означает девять улик. Значит, она сможет запечатать портал. На этом второй ход заканчивается. И давайте перейдем к третьим. Жетон первого игрока уходит от Кэролин опять к Бобу. Боб у нас попытается добраться до Кэролин, но по дороге он сразится с трясуном измерения. Так что давайте сразимся. Он сразится с трясуном измерения. Модификатор воли лэ равен минус двум. Это значит, три минус два. Он бросает одну кость. Воспользуется большой костью, потому что мы знаем, к чему приходит бросок маленькой кости. Он теряет, сколько у нас, одну единицу рассудка. Ничего страшного, Кэролин ее восстановит. Далее мы проходим проверку боя. В случае, если мы не пройдем проверку боя, мы будем потеряны во времени и пространстве. Минус два, плюс четыре, это плюс два. Плюс три от револьвера, это пять костей. Нам нужен, сколько? Один успех, так как у него одна капля хоза. У нас есть два успеха. Теперь у Боба есть его первый монстр. Трофей монстр. Теперь Кэролин, раз, два, три, переходит к Бобу. У него как раз три пункта движения. И сразу после этого мы перейдем к фазе мифа. Теперь давайте подумаем, чем они могут поменяться друг с другом. Во-первых, Кэролин отдает хлыст Бобу. Во-вторых, Боб отдает Кэролин короля в желтом. Также Кэролин отдает Бобу святую воду. И на этом основная часть хода заканчивается. Переходим к фазе мифа. Это у нас опять карта среды. Значит, предыдущая карта среды уходит под дно карт мифа. Смотрим, если у нас открывается новый портал. Портал открывается на неизведанном острове и улика переходит в научное здание. Переставляем улику в научное здание. Берем, вытягиваем жетон портала и монстра за дно. Монстром у нас оказывается призрак, а портал у нас ведет в бездну. Призрак стационарный монстр. Он не передвигается. И это значит, что у нас только один монстр, который может передвинуться. Это летающий вампир. Хтонец, как мы понимаем по предыдущим играм, тоже является стационарным монстром, но с особым типом движения. Далее смотрим, кто передвигается. Передвигаются у нас полумесяцы и плюсики. Значит, не передвигается никто. Так как мы уже сказали, что привидение является стационарным монстром. И читаем эффект карты. Дрожь могилы. все монстры типа нежить. У всех монстров типа нежить. Сложность боя с монстрами типа нежить возрастает на единицу. Это значит, к примеру, призрак является монстром типа нежности. Нежить, не нежность. Извините. Значит, нам против него понадобится два успеха, а не один. Несмотря на то, что у него одна капля крови. На этом наш третий ход заканчивается. Завтра постараюсь снять еще. Продолжение следует...